Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для тех, кто в поисках работы или рассматривает предложения от других компаний, то у нас хорошая новость. У нас открыты вакансии. Это C++ девелопер, C++ девелопер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброго всем вечера. Спасибо большое, что пришли сегодня. Вы знаете, когда я готовился к докладу, я очень переживал, что летом никто не придет на мой доклад. Я буду рассказывать пустому залу. И вчера мне Анна вечером написала, 74 зарегистрировались. Я такой, ну-у-у. Итак, тема доклада. Темная сторона C. Почему темная? Ну, во-первых, мы попросили сделать революционное название доклада, чтобы ему пришло больше людей. Но, с другой стороны, оно опасно вас. По темной мы будем понимать два значения. Первое темное – это что там опасно, то, из-за чего в вашей программе может происходить какие-то плохие вещи. А второе значение слова «темный» – это что-то малоизвестное. То, о чем в программе статусе не забывается. То, о чем обычно они пишут в учебнике. И прекрасной иллюстрацией такой темы является неопределенным поведением в силе. Немного о структуре доклада. Мы сначала пытаемся дать, как это коломбольным звучало, определение неопределенным поведением. Поговорим о том, почему неопределенное поведение – это хорошо. И большая часть докладов мы говорили о том, почему антифайм-бихейлер – это плохо. И будет очень-очень-очень много примеров. Заранее прошу, прошу прощения. Начнем. Если вы думаете, забываете антифайм-бихейлер – нажмете на кнопочку «Картинки». Вам Google выдаст вот такую картинку, которая называется «Антифайм-бихейлер – «Антифайм-бихейлер» – «Антифайм-бихейлер» – «Антифайм-бихейлер» – «Все возможно». Вообще говоря, под неопределенным поведением язык есть и понимает несколько случаев, для которых стандартные нам неопределы ограничения. Ваша программа может нескопилироваться. Она может скопилироваться и упасть. Она может скопилироваться и выдавать неправильный результат. Или она может скопилироваться и работать так, как думал программист. Вообще говоря, в стандарте языка «Си» можно найти около 193 случаев антифайм-бихейл. Конечно же, мы не будем говорить о всех этих. Просто потому, что некоторые смешны. Например, если вы пропустили то, что запятой, согласно стандарту языка «Си» это «Антифайм-бихейлер». Но это не очень интересный случай. Мы будем говорить о интересных случаях, то, с чем вы можете в принципе столкнуть со своей повседневной работой. Начнем с примера. Итак, у нас есть простая программа, которая к максимальному значению, которую мы составим целопременный, int, max, прибавляя единицу, и пытаетесь вывести на экран результат сравнения. То есть это будет меньше нуля или больше нуля. Согласно стандартной языке «Си» переполнение знака «Си» — это классический антифайм-бихейлер. Поэтому, согласно стандартной языке «Си», ваша программа может быть ввести 0, что меньше нуля, а 1, что больше нуля или даже 42, она может даже форматировать ангустский диск, и программа будет по-прежнему следовать стандартной языке «Си». Она ничего не нарушает. Конечно же, в реальной жизни вы так его никогда не увидите. Следующая программа никогда не форматирует ангустский диск. Но, вряд ли. Когда у вас есть много-много кода, когда у вас программа большая, неопределительное поведение может привести, например, вывести невзимости в вашей программе, в пользу которой атакующий может автоматировать ангустский диск. И мы украсть один отлично, да, что еще хуже. Ну и, например, у вас программа может зависеть. Например, на сайте приведен цивер, в котором переводят переполненные целые знаковые перемены. И современные версии компиляторов EZXA компилируют эту функцию бесконечности. Вначале попытаемся ответить на вопрос «Зачем нужен нефандер Хилл?» «Почему нефандер Хилл?» «Это хорошо». На слайде вы увидите ссылку на очень хорошую статью. Укресал Атнерар – это один из разработчиков компиляторов EZXA, также один из основных авторов языковский, который, кстати, называется «Что каждый C-программист должен знать слово внутри этого поведения». И там, с точки зрения разработчиков компиляторов рассказывает, почему он define-behиверный хорошо. «Для чем он define-behиверный?» Потому что компилятор… Например, если компилятор знает, что intmax плюс один – это define-behиверный, он может предполагать, что программист читал сандарт, он не допустит появление переполнения знакового целого в своей программе, а это значит, что он всегда может заменить, например, X плюс один – X на трог. Проект всегда трог. Или, знаешь, что, умножая ваше число, вы его теперь получите переполнение, можно всегда сортимизировать X на 2, а поделить на 2 и просто вылиться. Почему же это плохо? Ну, рассматриваем следующий простой пример. Предположим, у вас есть такая функция, в которой питается размер массива, который будет… и, допустим, программист даже позаботился о том, что он понимает, что, в принципе, может произойти переполнение знакового перемена. И он добавил следующий проект в этот ход. Но, как мы увидели, в следующем слове, современная версия компилятора этот проект просто делает. Вашу высокую требованию на следующий момент. Т.е. она уже ведется с удостоверяющей архитектурой, и, собственно, дальнейшая часть моего доклада будет посвящена различным примерам, в которых, во-первых, показано, с какой… как думал компилятор в каждом конкретном случае, и каким проблемам это приводит. Но начать я хотел бы с неопределённого поведения библиотеки себя. Потому что все последующие примеры это не будут касаться библиотеки себя. Это, в основном, то, как работает компилятор, как его мотивировать в вашем. Но начать хотел бы я со следующих примеров, потому что он очень хорошо иллюстрирует, почему нельзя полагаться на неопределённое поведение в вашей программе. Итак, 29 сентября 2050 года в «Банкзиле» был создан «Тикет», в котором жаловались, что после последнего обновления в панкзиле «Тикет» поломался на паригрованию патриот музыки. «Банкзиле» затронул очень многих пользователей, например, включая меня, «Банкзиле» как-то отписался сам, «Здоровается». Однако, причину, проблемы, нашли только пять недель позже, пока кто-то не догадался запустить анализатор памяти. И этот добрый человек обнаружил, что разработчик Adobe Flash Player использует функцию memp.py для перекрывающихся участков памяти. Если вы посмотрите на манстраницу, манстраница вам скажет, что memp.py, копирование из одного участка памяти в другой, нужно применять только если у вас участок памяти не перекрывается. Если не перекрывается над исключением, то мне нужно. Но на протяжении десятилетий в манстранице манстраницы memp.py просто палец на нем нужно. И работа вполне определенная для перекрывающихся участков памяти пока рано. В 2010 году разработчики манстраницы не решили оптимизировать и то, как работают манстраницы memp.py и манстраницы. На слайде вы видите сообщение из рассылки ELEPSY, в котором говорили о том, что разработчикам удалось оптимизировать memp.py и memp до четырех раз. Согласитесь, хорошее достижение, но оно сломало очень много рабочего года, сломало очень много программ, которые полагались на непределенное поведение. То есть, это классический пример, который говорит о том, что даже если сейчас у вас работа, то она может сломаться в будущем. И мы переходим к основному полу наших примеров. И начать свой разговор я хотел бы с такой темой, как Street ELEASEN. Так, Street ELEASEN – это правило, по которому компиляторы имеют право допускать, что если у вас два указателя указывают на разные типы, например, указатель на fold и на int, то компиляторы имеют право допустить, что они указывают на разные участки памяти. Одинное исключение сделано для указателя чарса звездочки. Чарс звездочки будет указывать на любой участке памяти. То есть, в нашем примере это нужно указывать как на область памяти, которую указывают, и так и на область памяти, которую указывают переменная f. Почему это хорошо? С точки зрения компилятора это позволяет соптимизировать следующий пример кода. То есть, без зануления массива в цикле, просто в мемсет. Почему компиляторы не смогут это сделать без таких правительств? А потому что в программе смогут написать что-то вроде этого. То есть указатель, присвоить адрес самого указателя и так далее. После того, как вы изменяете лечебную память, на которую указывает указатель, вы изменяете сам указатель. И просто немсет в предыдущем пример заменяет поводу немсет. Итак, вроде бы понятное, хорошее правило, но оно может приводить к проблеме. Какие? Ну, в основном, следующий простой пример. У вас есть функция, в которой передается два указателя. Один указатель на им, другой указатель на вы. И вы решили делать сравнное и передать туда в качестве обоих параметров один и точек указатель. Теперь, как будет рассматривать упилятор? Он видит, что у вас есть указатель X, указатель лидер. Они указывают на разные участки памяти. А это значит, что, например, здесь вы видите, что в X записали. Ну, значит, эту функцию можно сэктивизировать, и здесь написать, что он возвращается домой. Не читать значения из области памяти, на которую указывает X, а сразу вернуть к нам. Но в нашем примере это склоняет поведение. То есть, если вы скопилируете его, это, например, без оптимизации и с оптимизацией, то вы получите разные результаты. Так. Этот правый стриптайлистинка является, скажем так, очень неоднозначный среди по крайней мере. Многим это право очень не нравится, поэтому в практической компиляторе предоставляют опцию, который позволяет этот стриптайлистинк выключить. Например, гидроли собирается без оптимизации. Потому что лидроли просто в пуг разнес к самому идее использовать стриптайлистинк как компилятор. А тут сразу возникает вопрос, а когда вообще вам может понадобиться одну и ту же корпус памяти и тартовать как разный гидрол? Классическим примером является вычисление обранку квадратного корня. Это вычисление единицы, деленное на корень з. Интересно, что достаточно долгое время в промышленном программе не был известен быстрый способ вычисления обратного квадратного корня, пока в конце 90-х данный алгоритм не был применен в такой игре как Play 3 Arena. Для разработчиков Play 3 необходимо было вычислять любое падение и отражение света. И там как раз очень часто фигурирует вычисление единицы на корень з. Причем не требуется очень большая точность. В локалитме подсчет обратного квадратного корня точность примерно на две сотки процентов. Не очень точно, но это достаточно для 3D графики. И на слайде, надеюсь более менее видно, приведен оригинальный код из пешка Play 3. Где вычисляется этот обратный квадратный корень с оригинальными комментариями от авторов. И что мы видим? Что они делают? Они сначала вещественное число трактуют как целое, проводят с этим целым числом какую-то операцию. Потом копируют обратно в переменную типа float и трактуют эту пласть памяти как float. И потом делают операцию и возвращают результаты. Возможно, более понятно будет, в чем проблема, если мы предыдущий пример перепишем на указатель. То есть у нас есть число, и мы объявляем этого указателя. Оба они указаны на область памяти, где это число хранится. И сначала мы выполняем некоторую операцию трактуют в памяти, как не тот же второй раз старт, или вот как float. И вот здесь уже проблема более заметна. Поскольку с точки зрения компилятора Y и E указывают на разные участки памяти, то в принципе компилятор имеет право вот эти две операции поменять на стайл. Поскольку с точки зрения компилятора это ничего не изменит. К счастью, в этом конкретном примере, это ему не потребуется. Но никто вам ничего не гарантирует. Теперь, что же делать? Что делать, если вам необходимо реализовать алгоритм на панели этого? Есть те опции. Первая опция, достаточно дематическая, это использование union. Вы объявляете union, в котором у вас, ну например, два поля. Один это float, второй целый. И вы прислаете одному полю, собственно, ваш float набор. И когда вам необходимо область памяти трактовать каким-то же, вы используете поле целого типа. Если вам нужно трактовать как float, используйте поле вещественного типа. Сразу следует сказать, что данное поведение определено только за стандартность C99 и выше. Все эти способы по прежнему неопределенные поведения. Кроме того, меньше C99 ГСЦ гарантирует, что это по прежнему определенное поведение. СИДОК не гарантирует, но старается вести себя по похожим образом, как их VCC. Но никакие гарантии в отличие от VCC в документации VFF. И есть, по крайней мере, один релиз LF, если не ошибаюсь, это четвертый, который точно ломает это поведение. Но причем в документации 5.4 ГС я бы сказал, что они поломали. Если вы хотите более панцательный вариант, который будет работать везде, то используйте просто NMKPI. Вначале может показаться, как мы быстрее в гарантии панчет обратно, но у нас еще два вызова функций добавились. Но современный компилятор был достаточно опытный, чтобы заменить вызов функций NMKPI на действия средисти. Поэтому NMKPI уберется. И вообще говоря, все приведенные примеры будут сортимизированы и работают с одинаковой скоростью. Вообще говоря, вначале я хотел на этом не закончиться с этой Алисин, но что-то не давало мне покоя. То есть хотелось привести какую-нибудь скоростку, потому что лично в мире это не человек, без слов, он работал. А хочется привести пленку, когда он восстает Алисин, потому что что выйдет с вам. И после такого примера мы рассмотрим MySQL. В 20 октября, в 2005 году, в Алисине MySQL был создан в следующей книге, в котором говорили о том, что была поломана клинистская библиотека MySQL. Проблемный код вы видите на слайде. Итак, мы бежим по массиву параметров, и до каждого параметра вызываем некоторую функцию store.param.type. И эта функция приведена на слайде. Возможно, с первого взгляда это не сразу заметно, в чем проблема. А она вот здесь. Когда вы видите, когда вы передаете right position, он зачем-то приводится к чарльзами со звездочками. Все дело в том, что в реальной программе он был обрежен как unsigned. В right position он был обрежен как unsigned чарльз. Со звездочками. В результате, этот адрес, он типа unsigned чарльзами со звездочками. Функции это чарльзами со звездочками. С точки зрения стандарта C, это несовместимое указание. Вы можете приводить это к классическому индивидуальному нарушению правил CRS. Как полегу себя в кризис 4.4. Появился следующим образом. Он, во-первых, сделал inline, и он рассматривал для этого указателя как указатель, который никак не связан с этим указателем. Поскольку это, с точки зрения компилятора, какой-то другой внешний указатель, он решил, что сохранить вот эту перемену в конце можно просто в конце цикла. То есть посчитать все в регистре, а потом сохранить вот эту перемену. Ну и в результате это совершенно не то, как задумал этот программист. Программа была сломана. Тут надо сказать, что разработчики VCC обдумались и, уже где-то начиная, если я не ошибаюсь, VCC 4.5, такой организации не происходит. Но никто не гарантирует, что она зайдет на компилятор или зайдет в будущую версию. Поэтому проблему можно встретить даже если бы хотели. В данном случае компрограммисты. Ну, ему было просто лень поменять все эти параметры. Он хотел бы доверить его вот так и рядом. Как ни странно, это может привести к проблеме. Дальше. Мы продолжаем разговор под указателем. И следующий пример неопределенного поведения – это нарушение в раме. Вообще говоря, стандартный скосит требуется, если у вас есть указатель, он должен указать на область памяти, которая выровнена по размеру этого агента. Если она указывает на непределенную власть, то, вообще говоря, у вас в программе есть дефрагменты. Следует сказать, что, например, нарезок процессоров. Это не только с точки зрения стандартного заказа неопределенного поведения, но железо вам не даст сделать доступ непределенной памяти. Однако долгое время данное поведение не было очень связано, поскольку на этой архитектуре это нужно было сделать без проблем. Пока инфляторы стали достаточно нужными, чтобы эксплуатировать этот амбифайк и хирург, слабый горизонтализированный код. Есть очень значительная статира, прямо-таки детективная история, которой автор рассказывает, почему надо было посчитать сумму осил. Сумма элементов всех массивов. Достаточно тревольная задача. Зачем это потребовалось? У него приходил пакет, и ему нужно посчитать некоторую контрольную сумму, для которой требовалось посчитать сумму всех элементов массивов. Была только одна проблема. Поскольку данные приходили из сети, клавиш буфы не барракировалось выравненным. Однако автор программы предполагала. Мы работаем на толстом железе, а на ламе доступ не выравненный. Это не позволяется. Оказалось, что не всегда. Итак, некоторые упрощенные варианты. У вас есть массив из 32 размера, и функция считает опросную сумму и возвращает это. И в качестве программы, которая ломает эту функцию, это просто программа, в которой есть массив из чаров, в которой мы заполняем некоторые данные. И потом эту функцию начинаем передавать указатели на память, постепенно передвигая полные единицы, чтобы передать функцию указателю на неправильную память. То есть уже на первой итерации, то есть он на первой итерации создает уравненную память, а уже на следующей и не выравненной, поскольку вы зайдете всего на 1 байт. Оказалось, что если вы регулируете эту программу, то вы получите по день. Почему? Все дело в том, что компилятор, попытаясь оптимизировать этот, он применяет тест-инструкцию Move-2-2, который требует уравнений на 16 байт. Тут может возникнуть вопрос, а почему 16 байт? То есть не можно гарантировать, что это будет. У Intrix 2 он выравнений на 4 байта, а тут требование 16 байта. Оказалось, что компилятор заботится о том, что это будет корректно работать, но только если в случае у вас уже есть рамы на 4 байта. Что делает компилятор? Он для первых элементов массива, который выбирает на 16 байт. Вы генерируете код, который делает суммирующий, не используя все инструкции. Потом используется все инструкции, суммирует основной массив и в конце еще не используя все инструкции ступирует хвостик, если нужно. Однако это все работает, если у вас выполняется выравнивание на 4 байта. То есть компилятор полагает, что программист об этом позаботится сам. В данном примере этого не произошло, и не получился инструкции. и как бы с этого поступить. То есть если вы не можете гарантировать выравнивание, используйте мемку байта. То есть используя мемку байта, вы можете работать и с любыми областями памяти, и вы бы избежали падения. А по-прежнему указатели. Надо сказать, что с точки зрения стандарта и с точки зрения компилятора указатели и целые числа два совершенно разных типов. Для них действуют разные правила. В частности, в отличие от unsigned integer, для указателей переполнения указателя это антифайль эфира. То есть если в unsigned integer будет максимально у нас рубать единство по очереди 0, для указателя это не гарантироваться. И к каким проблемам это может привести? Рассматрив программу, которая, например, получает данные сети. В профпакете вам передается длина пакета и сами данные. И программист хочет проверить, что в внутреннем буфере программы достаточно, чтобы эти данные скопировать. И он написал такую проверку, что буфер плюс длина не заходит за границу буфера. Одна проблема. Если в пакете этого длина она приходит из сети, он не может доверять. И, допустим, программисты даже позаботиваются о том, что теоретически подобующий может попробовать эту проверку войти и переполнить буфер, чтобы буфер плюс дель переполнился и слабая, чтобы прошли эту проверку. И, предположим, он добавил вторую проверку, полагает, что если произойдет переполнение буфера, то буфер плюс дель будет, на самом деле, еще до буфера. Одна проблема. Поскольку это не дефон не теорет, компилятор будет полагать, что этот случай никогда не наступит. То есть это не разница буквально строги, что произошло в переполнении указания. Поскольку компилятор полагает, что определенное поведение прополнить в своей программе и допустит, он эту проверку уберет. В результате у вас программа станет в связи с указанием переполнения буфера. Следующий пример. Еще одним отличием указателей и целой чисел является сравнение. Сравнение, когда целой чисел и сравнение для указателей работает по-разному. Согласно данной записи, вы можете сравнивать указатели только если они указывают либо на объект либо на объекты внутри этого массива. Еще отдельный оговор делается, когда вы делаете федерирование по массиву. То есть вы идите по массиву и до тех пор, пока у вас указатель не выйдет за границу массива на единицу. Это тоже гарантирует, что это будет работать. Однако следующий пример показывает, что более сложные примеры дают уже неожиданный результат. Так, при этом у нас есть целые переменные y и x. Мы объявляем указатель на int. И этот указатель мы по адресу x приправляем на int. Полагаем, что ну, знаю, примерно как устроить стэк в программе заказничества, что p после этого будет указывать на y. Чтобы проверить свою догадку, мы распечатаем адреса переменная x, переменная y, значение и и потом сравним p и адрес y. И если мы соберем эту программу с оптимизацией, то увидим весьма результат. p действительно себе хранит адрес переменной y. Но сравнение адрес переменной y к указателю дает false. Все потому, что компилятор опять попадается на стандарт. Поскольку y никак не связан вообще говоря с p, только зрение компилятора, он просто этот проект оптимизирует фокус. Еще одним примером является освобождение выход вы вызываете функцию free для указателя, после этого сравнивать этот указатель ничем вы не можете это и формируете. Скорее всего, компилятор в любое сравнение будет преобразовать функцию. А мы плавненько от указателя выход за границу массива. Еще поднимем весьма любопытным является выход за границу массива. У нас есть массив, который стоит из четырех элементов. массива мы написали функцию проверяем параметры которые передали функцию в этом массиве. Ну, допустим, написали не меньше 4, а меньше 4 равно 4, то есть делаем на одну трассу выше выше границ массива. Если упасть или скорее всего мы будем сравнивать значение переменной V с некоторым мусором, который в памяти остался. Но и опять же, если компилировать эту программу без оптимизации она будет вести похожим образом. Он будет сравнивать с некоторыми мусорами. Если вы компилировали с оптимизацией, то на самом деле любой элемент всегда зависит в этом массиве. Почему? Как рассуждает компилятор? Итак, когда возвращается единица? Ну вот если это равенство выполняется для 0, 1, 2, 3, возвращаем единицу. То есть если и равно 4, то вообще-то компиляторы будет антифамбихи компилятор будет такого произойти не может. Когда у вас еда будет равно 5, нужно чтобы до этого и стало равно 4, поскольку это антифамбихи реализирует, чтобы у нас это возвращало единицу. мы ненадолго возвращаемся к указателю. Вообще говоря, обычно многие программисты включали меня я долго пересчитал, что разогнавание другого указателя это гарантированное падение на прогресс. На прошлом месте работы предлагали даже не проверять указатель, который продается функцию. с обоснованием а зачем оно уже упадет, получим корфайл и увидим, где упало, так даже проще, хода меньше и зачем. Но разогнавание другого указателя, согласно создать язык, все такие файлы и компиляторы умеют этот факт использовать. Вы определяете тип указатель на функцию, которая возвращает intager не принимает никаких параметров. У вас есть указатель на такую функцию переменной типу указатель, есть функция, которая под этим параметрам подходит. Я ее назвал так провокационно удалил все, однако вместо того, чтобы запустить system run-fr мы просто распечатаем и и опять же, поскольку это переменная статическая, то умолчать к нам плеваем. И этот указатель присылается в одном месте функцию, которая в программе никогда не называется. и в программе мы пытаемся вызвать функцию указатель. Опять, если рассматривать эту программу с точки обычного здорового смысла, она довольно упасть. может быть контроллер не очень знаком. Но давайте попробуем. если вы скопилировать данную программу DZC, в данном примере не стал копилировать с оптимизацией в DZC, в данном примере не стал копировать с оптимизацией в DZC, и так у нас собственно вызвался этот который мог бы вызваться только если бы произошло это присвоение, но она происходит в функции когда который никогда не вызывается. Как думал компилятор? С точки зрения компилятора, когда он видит данный вызов, он видит, что этот указатель может быть нулевым, либо указывать на RISC, поскольку на его упражнение в другом указательном DZC, поэтому он решает просто оптимизировать программу и вместо того собственно поставить тело функции RISC. Согласитесь на неожиданное поведение. И мы подходим на аннотации доклада обещал один пример по C++. Если говорите о неопределенном поведении в C++, то это два разных языка, наборы неопределенного поведения отличаются. но в принципе все что я рассказывал до этого для C++ более-менее применимо и C++. понятно понятно в C++ есть определенное поведение. Один из таких весьма неожиданных случаев появляется забытый оператор вашей функции и так рассмотрим простой пример у вас есть функция которая понимает документы X и печатает что этот документ неравен другу эта функция возвращает в ней а мы забыли реток и потом вызываем функцию заметим что значение этой функции которая возвращает функцию мы не используем также интересно что это определенное поведение C++ то есть ваша функция согласно сканатору языка сила она работает точно так же как если у вас там выходит в C++ это и начиная с версии DCC 8 при оптимизации эта программа ведет себя совершенно так как вы ожидаете то есть как только вы переводите нормальную оптимизацию 1 и выше этого программа будет печать ничего отдельно остановлюсь на этой опции поскольку данное поведение по мне достаточно много программ дистрибутивов мы дистрибутивы по умолчанию то есть у вас функция в плюсовом коде не хватает ритом а функция дистрибутивов такая программа не компилируется например сделали по дефолту то есть по дефолту это опция выключена и по многих дистрибутивах она выключена то есть данный пример скомпилировался без ошибки и в аннотации я обещал что расскажу как заботы может привести в падение программы тут у нас убедили не так как хотя бы не падает однако реальный пример на котором падает очень большой я поэтому не стал в падении но расскажу не стало есть такая программа называется синаптика она написана c++ и там есть достаточно большая функция в которой вначале функция делается память потом с этой памятью что-то делается в конце делается фрейм и вот это функция типа и булл должен возвращать булл но в конце забыли поставить оператор что сделал GCC8 он сгенерировал тот который на выходе из функции прыгает в середину функции и продали функцию еще один раз в конце получаем добавки программа падает опять же это оплатова 30 лет и неожиданно что по дефолту разработчики решили это не делать ошибки то есть программа скомпилируется выдаст формы но скомпилируется но вести себя очень часто не так как вы забыли а что же делать вообще говоря мы говорили что в стандартном конкурсе 99 там 193 случаи но было бы глупо утверждать что кто-нибудь всех запомнит более того если у вас тот большой упражнитель гарантирован можно сказать в вашем ходе есть тут есть два варианта либо попробовать их как-то искать одной из плохих черт является то что его очень трудно отважить например с выходом запретил массив у вас программа не падает то есть она скажет что не очень подробно то есть вы с оптимизацией очень трудно отвар отвар похоже смотреть на не зацепить хорошо если у вас глаза оцепиться так наше счастье вы можете числично обречить себя жизнь используя различные с первое не предупреждение компиляции ну помните тот пример с багом по мальской разработчику просто не применять каких параметров очень часто стараюсь предупредить все чтобы было так и стараться все-таки как можно больше показывать и смотреть понятно что это в идеале все достаточно много примеров сегодня было связано с указателями памяти и здесь очень много могут помочь утилиты которые разработаны на то чтобы детектировать ошибки памяти типа угрин есть санитайзеры которые поддерживают отдельно есть санитайзер который ориентирован на defy как говорят сами работают очень хорошо но опять же не все случаи есть статические анализаторы типа cppch сканбилд пивес очень часто могут помочь в принципе я подхожу к концу немножко анонсирую вторая часть будет про всякие строительство про накопоточность про те проблемы которые могут возникнуть в накопоточном программировании честно мы поговорим о том какие проблемы может быть так называемые лог-фри программировки то есть что может случиться если вы пополените службы блокировки мы поговорим что такое плотайл зачем он может почему он бесполезен для как оказывается тоже все знаем это спонтанное просыпание весна возможно будет что-то еще потому что с опытом я знаю у меня в голове есть приказный план в результате это план доклада во время подготовки мне хочется что-то добавлять так что содержание может немного измениться в принципе у меня все вопросы если есть